Алхамду лилллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл саратов и сарам как то есть мы увидели так далее горит дальше шеф то есть очень важная тема это фаз у нас сорати ален на бисан на глобах он его сальном достоинство салавата за посланника аллах immediately said нам говорит аллах субханного то ли на ллова мы лето и усалю на линобия юга леди на аману соль у алейхи васаме мутаслима поистине говорит аллах и его ангелы они воздают салават за пророка так люди о люди или же вот те которые уверовали воздавайте же и вы салават и салам за послание к Аллаху, алейхивасалам. Имам аль-Бухари сказал Каля Абуль Аалия, то есть разъяснил этот вопрос, сказал Салатулллахи Тааля, Санавуху Алейхи Аиндальмалайка. То есть, каким образом Аллах делает салават за пророка, то есть, хвалит его перед ангелами. То есть, когда мы говорим Салавалялλαу алейхивасалам, то есть, Аллах Субхану Таалей, каким образом? Хорошо, то есть, Салават делает. Впоминает его в чем-чем-то благим, перед кем? Перед ангелами. Ва салату аль-малайкатид дуа. Что касается ангелов, они дуа делают. Поэтому посланник Аллаху, салаллаху алейху алейху асалам, сказал, шейх наверняка приведет этот хадис, он салли алейху асаляту, салаллаху алейху алейху ашра. То есть, тот, кто говорит, за меня салават сделает, то Аллах, субхангалье, за него сколько сделает? Десять раз. Сегодня, как мы много раз говорили, что некоторые люди, если где-нибудь на 37-м канале, в региональном канале, которые нигде там не показывают, кроме как там у тебя и дома твоего соседа и так далее, и тому подобное, и ты в каком-то из репортажей просто мимо проходил, и там твое ухо запечатлено на кадре и так далее. Аллаху агвард вырезал, везде там всем показал, смотри, вот и так далее. Субханаллах, за то, что ты салават делаешь посланнику алейху асалам, десять раз, Аллах, субхангалье, упоминает тебя где? Перед ангелами, субхангалье. Это тебе не первый канал, не второй, не третий и так далее. Аллаху аль-мустан. Томан. Ибн Аббас говорил То есть, Юсалюн говорит то, что то есть, Аллах, субхангалье, три ангелы салават делают, то есть, салават имеется в виду баракат, то есть, требует бараката для посланника алейху асалам. Общее значение этого аята, как об этом говорил Ибн Акасир, то есть, известный Муфасир, Муфасир Кур'ана, о том, что Всевышний Аллах, субхангалье, здесь нам говорит о том, то есть, рассказывает нам о своем рабе, то есть, о Мухаммаде, алейху асалату асалам, и о его великом положении, о том, что он является его любимым и является его пророком. Хорошо, то есть, он в высшей знати, то есть, имеется в высшем обществе, будет находиться. То, что его хвалят ангелы, то, что ангелы просят за него всегда, алейху асалату асалам, алейкум асалам, арахмату Аллаху асалам. Затем Аллах, субхангалье, повелел, то есть, тем, кто обитает на этой нижней земле, то есть, имеется в виду где? На земле, на том, что мы с вами называем землей, повелел также нам воздавать салава за посланника Аллаха, салаллаху асалам, для того, чтобы и в небесах, и на земле, все, что восхваляли посланника Аллаха, салаллаху асалам. Говорит, В этом аяте Аллах, субхангалье, приказывает нам, хорошо просить за посланника Аллаха, салаллаху асалам, и воздавать ему салават. Не чтобы мы к нему взывали, а чтобы мы, наоборот, для него взывали, к Аллаху, субхангалье, аунакра, аляху альфатиха, или чтобы мы для него, там, фатиху читали, и так далее. Камаев альбаад у нас, как это делают некоторые люди, как я вам приводил, по-моему, историю, шейхвалид нам рассказывал, что как-то раз видел одного египтянина, говорит, я, говорит, утром его вижу в мечети, он в храме, потом, говорит, днем вижу его, вечером вижу, то есть, сафа моро, сафа моро и так далее. Удивился ты уже, сколько за день умра сделать? Говорит, не надо, это не сунны, объясняет, объясняет, объясняет ему. И он говорит, ладно, сейчас последнюю за пророка сделаю, и все, говорит, салаллаху асалам. Я, хейхалид, последний человек, кто нуждается в твоей умре, Аллаху асалам. Самый лучший салават, это тот, который научил посланник Аллаха, салаллаху асалам, своих сподвижников. Салалдим, Это хадис передал, имам البухари и муслег. Говорит, ази ассалато, вагаруаа мин ассалавати луарада, фи кутуб хадид, фи кутуб, фигаа, المуэтэмд, лам твкир фи ха калимаа, лам тувкар фи ха калимаа, То есть вот этот вид салавата за посланника, и любой другой, который приходит в книгах по хадисам, в некоторых книгах, то есть известных по фигху и так далее, нигде не упоминается слово какое? Сайидуна. То есть они говорят, Аллаху ма салли ва саляму аля Сайидина, Мухаммад и так далее. То есть нет такого. То есть не пришло в Сунни, что посланник, алей салат, обучал добавлять это слово. Хотя это делают многие люди. Хотя вместе с этим посланник, алей салат, он действительно наш господин, он Сайидуна. То есть в этом нет никаких сомнений. Но является обязательным говорить только так, как говорил посланник Аллаха, саллаллаху, алей саляму, и это очень важные слова. Говорит, поклонение у нас, братья, строится на том, что пришло до нас, или же дошло до нас из шариата, а не то, что мы там захотели, придумали, выдумали и так далее. Посланник Аллаха, саллаллаху, алей саляму, у нас разные, естественно, есть виды этого. Это называется салла Ибрагимия, там где еще Ибрагим упоминается. Мы знаем то, что многие ученые сказали, что салла Ибрагимия является чем? Рукном молитвы. Сказали, является чем? Рукном молитвы. Без нее недействительно некоторые сказали. Сказали другие, ваджи, и так далее, и тому подобное. То, что когда ты в последнем оттахияте, если ты не прочитаешь полный салават, некоторые сказали, что твоя молитва недействительная. И удивительно, что из тех, кто так сказал, это кто? Это Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. И вместе с этим про него суфисты говорят, что он не любит пророка, саллаллаху, алей саляму. То есть он говорит, что если ты не воздашь салават за пророка, твоя молитва недействительная, саллаллаху, а ты говоришь, что он не любит посланника, саллаллаху, алей саляму. Там есть многие, то есть Аллаху Масалли Аля Мухаммаду Аля Аль Мухаммаду, Камасалли Аля Ибрахиму Аля Али Ибрахиму Фил Аля Мина, Иннака Хамид Муджи, там и так далее. То есть разные версии, и все то, что пришло до нас достоверно, то есть нет проблем, то есть говорите это. Там посланник Аллаха, саллаллаху алейху салям, сказал, Когда вы слышите Муаззина, который призывает к молитве, то говорите то же, что он говорит. Говорит, Говорит, потому что тот, кто воздаст за меня саллаллаху алейху салям, за него 10 раз воздаст, как мы сказали, упомянет тебя среди ангелов, хорошо, то есть ангелы будут делать за тебя дуа. А затем просите для меня Василия, затем говорит посланник Аллаху алейху салям, просите для меня Василия, ведь это степень в раю, который удостоился только один из рабов Аллаха, то есть не сказал, что никто не достойнее, кроме меня. То есть посланник Аллаху алейху салям, у него были прекрасные нравы, то есть понятное дело, кто это? Посланник Аллаху алейху салям, он сказал, И я, говорит, надеюсь, что я тот самый раб. То есть это место только для одного человека. Я надеюсь, что это, говорит я, саллаллаху алейху салям, И тот, кто будет просить для меня Василия, то, говорит, для него станет, то есть дозвольным мое свидетельство. То есть я буду за него свидетельствовать судный день, буду заступаться за него, этот хадис передал имам Муслим. Там, то есть, понятно, единственное, что ты, когда слышишь Муадзина, говоришь то же, что говорит он, кроме слов каких? Хаяль ассалах, хаяль афалат, и говоришь, что ля хавля валья ку-вата и ля вля, как это пришло в сунне. Здесь пришли разные тоже другие виды, каким образом повторяют, когда Муадзин говорит, то есть из забытых сун, когда Муадзин говорит ащаду алейху, человек говорит у ана, у ана, то есть я тоже свидетельствую, я тоже свидетельствую и так далее. пришло такое хорошо то есть там вам тогда вопрос а когда на фаджер делается азан говорит говорит что тогда говоришь да также повторяешь потому что хадис пришел общий некоторые ученые сказали что что просто молчишь аллах нет на это довода раз другие добавляли субхана забыл фразу некоторые люди добавляют как-то что-то не говорится тоже ли что-то подобное тоже они говорят тоже на это не до дала посланник алиса ратусом что сказал сказал говорите то что вы слышите говорит модель поэтому ты говоришь то что вы один кроме тех вещей которые посланник алиса ратусом сказал здесь нужно говорит а или же здесь можно говорить так можно говорить так и так далее пока у нас нет довода все остается текст общий остается всегда общем то есть у нас братья есть общие тексты общие тексты у них бывают какие-то тексты которые конкретизируют этот общий текст то есть и это конкретизация бывает разных видов это то есть сейчас то есть не то что нам нужно этого просто сульфика и так далее ну то есть что хочу сказать что здесь у нас общий текст что значит говорите все то что говорит мазин значит что ты говоришь все то что говорит и я ли салат и гриш а я на салатах здесь я посланник алиса рацам привел тебе конкретный другой текст а именно в этот момент ты говоришь что я решила холева лохот или вот показал пока у нас такого конкретного довода на что-то другое не будет мы оставляем что этот текст как он есть там а сначала это не трудно думаю воду ауль василий тильваре да не расуле саллаллаху алиссалям обрадали данного до салала оленове салава ибрахима сирлангу говорит что это за дуа такое который то есть он говорит просите василия и так далее это то что говорит пришло в достоверном хадисе то что он говорил аллаху мараббарды давать и там вас салатин хайма ати мухаммад и не василия тавал фазыр его басу макаман махмудан или же пришло аль макам аль махмуда а леди вата или что еще что-то нужно добавить некоторые добавляют что и на коля тухли фульмиад это не пришло не является ничью то есть нигде достоверного подобное не пришло хотя даже некоторые шейхи сказали что нет проблем благие слова можно добавить но это не является благом почему что не на не научил нас посланник аллаху алейхи вассалям поэтому говоришь то аллаху мараббарды то есть ты сначала что делаешь когда произнес азанла ла лакбар вала онлак варля и ла ила и lala сказал дальше он аллахом ассоли Arab hiv Дальше что говоришь? То есть после этого не говоришь. Как это пришло у имаму Бухари и у других? Некоторые ученые сказали, что Азан подобен иклами, и поэтому иклама тоже нужно повторять, но Аллаху Алим, как будто бы это нуждается в том, чтобы посмотреть сподвижники, делали так или нет, хотя некоторые ученые Шейха Фаузан слышали, что они сказали подобное. Как-то, не знаю, немножко сердце неспокойно к этому Аллаху Алим, надо посмотреть сподвижники так делали или нет, Аллаху Алим. Не пришло такое ничего, пришло у нас между азаном и иклама можно делать дуа. Между азаном и иклама может два арката сделать, попросить Аллаху Алим в суджуде и так далее, но после азана поднимать руки, просить Аллаху Алим, не пришло ничего такого. Просто ты просишь, просишь у Аллаху Алим. Да, есть, но не пришло, что посланник Аллаху Алим руки поднимал и так далее, такого не пришло. Аллаху Алим, если у кого-то есть какой-то, то вот бисмиллях. Аллаху Алим, насколько мне известно, ничего такого не пришло. Затем говорит, Также воздавать салова за посланника Аллаху Алим нужно, когда ты просишь у Аллаха, что-то, пророк Аллаху Алим сказал, каждая дуа будет скрыта, хорошо, то есть не дойдет оно, да, то есть не дойдет оно, как говорится, то есть хорошо, то есть куда должно дойти, пока не будет, то есть никто, пока не воздадут салова за посланника Аллаху Алим, говорит хороший хадис, который передал Имам Аль-Байхак. И также посланник Аллаху Алим сказал, говорит, поистине у Аллаху Алим, есть такие ангелы, которые путешествуют по земле, хорошо, которые доносят до меня салям от моей уммы, то есть если ты сказал Аллаху Алим, то эти ангелы говорят, что такое-то сказал Аллаху Алим, более того, про джума особенно пришло, что джума в день джума, кто будет воздавать салават за пророка Али и салатсам и будут ему называть эти ангелы, что его имя и его, то есть отца, то есть такой-то сын такого-то, сказал Аллаху Алим Алим. Шейх Аль-Альбани рассказывал как-то раз, когда он ехал в Умру, Аллаху Алим сирийскую и орданскую границу, когда проходил, полицейский, говорит, остановил, говорит, ты куда, говорит, едешь? Он говорит, в Медину. Тогда Шейх Аль-Альбани, когда преподавал, то есть преподавал в медицком университете. И он говорит, у меня, говорит, Амана, говорит, можешь, выполнить ее, пожалуйста. Он говорит, бисьмилля, говорит, афаддам. Он говорит, субханаллах, может передать от меня салям пророку, саламаллах. Аман говорит. Он говорит, я тебе, давай кое-что скажу, я тебе совет дам лучше. У тебя, говорит, выбор. Либо, говорит, ты самой скоростной почтой, которая только есть и 100% дойдет, говорит, у тебя есть выбор. Или же, говорит, я человек, я могу забыть, могу еще что-то сделать и так далее, и так далее. Что ты выберешь? Он говорит, конечно, первое. И он говорит, и тогда Абшир, говорит, радуйся, говорит, ведь посланник, алей-салям, сказал, и рассказал ему этот хадис, что ты где бы ты ни был, ты воздашь салават, алей-салям, за пророк, алей-салям, он об этом узнает. Та-ма. Поэтому можно говорить, например, взывать к Аллаху с пантерой такими словами, что, о, Аллах, я прошу тебя через то, что я воздаю салават за пророка, алей-салям, чтобы ты избавил меня от горя, печали и так далее. И каждый раз ты приводишь эти тексты, каждый раз ты рассказываешь о том, что достоинство салавата за пророка, алей-салям, и братья слушают, 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 слышат пророк, и один ты только, салават, алей-салям, и кто-то еще где-то скромно скажет, салават. Салават должно быть слышно, субханаллах, должны показывать, привержен сунне пророка, саллаху алей-салям. Та-ма. Хорошо, то есть, шейх здесь приводит, Аллаху алей-салям, то есть, эта тема как раз из тех, которые, я считаю, наверное, большой пользы нету, ее прям, то есть, досконально читать в Аллаху алей-салям. Кроме некоторых, этот самый важных вопросов, то есть, он здесь приводит некоторые виды салавата за пророка, алей-салям, нововведенческие, на которых нет никакого указания. То есть, например, одни говорят, Аллаху алей-салям, 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 и так далее. То есть воздай ему салават столько, сколько песчинок в пустыне, сколько капель в море и так далее. И у тебя есть сунна посланник Алиса. Ты кого обогнать решил? Пришло у тебя четко, от этого хватает то, что пришло в сунне капельки, пустыньки и так далее и тому подобное. Также некоторые говорят. Некоторые говорят, что воздай салават такой, чтобы он хорошо был только один и был вседержителем. То есть описал его тем, чем описан Всевышний Аллах. Пока он Аллахом не станет, пусть Аллах воздает ему такой салават, пока он вместе с тобой, товарищем твоим, не станет. Хорошо, другие Аллаху, воздай салават Мухаммаду, из света которого ты создал все. Говорят, опять же, говорим, что это суфистские сказки. Потом, то есть обращение, когда салават и салам тебе, у посланника Аллах, То есть я, говорит, уже ничего не могу, помоги же мне, посланник Аллах, или о, любимица Аллаха. Не говоря о том, что говорить, я хабиб Аллах, любимица Аллаха, это не совсем правильно про посланника Али Салатса. Потому что посланник Али Салатса описан тем, что выше, чем степень хабиб. У нас выше, чем степень хабиб, это степень халиль. Халиль это возлюбленный, то есть это самый любимый. И два есть раба у Аллаха, субханат Али, самые любимые для него, это кто? Это Мухаммад Ибрагим, алейхим ас-салату ас-салам. Поэтому описывать его хабиб, это ты, то есть понизил его степень. Не совсем правильно будет. Там, понятное дело, что последние слова, это явный ширк, али азбиллях, валлаху амбуста 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 Ас-саля бишишия говорит, Аллаху маншульни мин ухалит тавхиди уагрикни фи уюни бахрил вахдати вазуджаби фи... Субханал, то есть эти слова вообще страшны, то есть говорит о чем, то есть возвращаются эти слова, то есть к убеждениям пантеистов, которые говорят о единстве бытия. Единство бытия, которое люди говорят, что все вокруг это Аллах, то есть мы с вами это Аллах, говорят, то есть ковер Аллах, это мусалля Аллах, Мекка это Аллах и так далее. Все вокруг это проекция Аллаха, они говорят, язу биллах. Шейху лислам говорит, что это самый страшный куфр, который только есть, то есть хуже этого ничего нет. И поэтому смотрите, к чему приводят, вот шейх приводит, приводят слова, то есть к чему приводят эти слова, что некоторые из них сказали. Говорит и свинья, говорит, и собака это только есть наш Господь, ведь все вокруг это наш Господь, это наше божество, говорит. То есть, Субханаллах, оно следует из твоих слов, но ты еще так в открытую это говоришь, Субханаллах. Говорит, свинья, говорит, собака это и есть наш Бог, и Богом является монах, который поклоняется ему в церкви, говорит, Субханаллах. Это все говорит Бог, Аллаху Анастану. Другой же сказал, здесь шейх это не приводит, как Ибн Араби сказал, говорит, если Господь это раб, а раб это и есть Господь, то не могу понять вообще, кто кого обязал, чем. То есть, ты сейчас молишься, зачем? Ты не обязан этим, то есть, ты сам и есть Господь, ты сам раб и ты Господь, говорит. То есть, ты сам себя обязал молиться и так далее, зачем, смысла нет. То есть, братья, убеждения эти сходятся о том, что не говоря о том, что это, Субханаллах, страшные слова, они еще сводятся к чему. То есть, человек оставит шариат просто. То есть, какой, кто, как, то есть, если мы все Аллах, значит, ты сам себе повелел, что я, поэтому, говорит, я лейташьяр, иманиль мукаллафу. То есть, тогда послушайте меня, кто же вообще, то есть, тогда есть, на ком лежит обязанность, в принципе, если раб это Господь, Господь это раб. И поэтому передается от этих суфистов, Субханаллах, что некоторые говорили, мафи джуббати ил Аллах, то есть, под этой накидкой ваш Господь, говорили. Или говорили не Субханаллах, а говорили Субхани, Субхани, причистие, причистие. А в чем проблема? То есть, я же есть Господь, говорит, то есть, причистие, говорили. Субханаллах, Аллаху Мастан. Аллаху Мастан. И в шейх, в конце, говорит, поэтому должен, что мусульмане остерегаться этих, то есть, неправильных, то есть, видов, которые пришли и так далее. Хорошо, то есть, Аллаху Мастан. Следующее, то, что приводит шейх, тоже, опять же, в Аллаху Алям, наверное, даже это, то есть, где-то, может быть, в Сирии и так далее, такие бедаты есть. но, аль-хамду-ля, ну, никогда, по крайней мере, не слышал, ас-салату на ария, говорят, то есть, огненный салават, Аллах мабарик, прям, то есть, этот самый, как говорится, с винилами, наклейками, видимо, по этот сам, по бокам, Аллах мастам, там, и вот, и говорит, что, то есть, приводит это, говорит, то, что многие люди знают, и то, что тот, кто прочитает ее 4444 раза будет, там, то-то, то-то, знаете, братья, можно сразу вам прикрыть все двери, как говорится, которые приводят, любое количество, 3912, 2743, там, еще что-то и так далее, то есть, если сколько-то там говорят, такие-таки космические числа, это все, братья, недостоверно, ничего нигде такого не пришло, аль-хамду-ля, один брат наш прислал сообщение, ему, говорит, прислала какая-то дальняя родственница, и там, салямун минраббин архим, по-моему, так, то есть, кусочек из аята, сур-иасин, аллах аль-махим, салямун, 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 аллах аль-махим, то есть, такие примерно слова, то есть, естественно, это было написано русской транскрипцией, ужасным образом, там, там, ниля, аллах, там, и так далее, и тому подобное, все неправильно, и там написано 2472 раза прочитать, и потом можно загадать желание, и от брата мне это сообщение приходит, я не могу понять, и с ним аудио приходит, и он что мне говорит, таким серьезным, говорит, но запомни, брат, если ты скажешь 2473 раза, желание не сбудется, никакого довода, сур-иасин, нет, поэтому, братья, все эти большие числа, там, и так далее, он приводит, то есть, они как этот разукрашивают, и так далее, в принципе, ученые говорили на тему, братья, саджа, что такое саджа, саджа, это, братья, когда у тебя, то есть, в рифму, грубо говоря, то есть, в рифму у тебя, когда у тебя последние буквы, то есть, саджа, это из видов рифмы, из видов красноречия арабского языка, когда последняя буква, она, то есть, примерно одинаковая, как, например, у тебя, от духа, в лейли, из-за саджа, ма вадда'а, ка роббу ка, ва ма каля, ва ла ла ахирату хайру ляка минал уля, и так далее, то есть, вот это называется саджа, и оно, братья, если оно идет без напряга, то есть, имеется в виду то, что человек не выдумывает, там, и так далее, хорошо, то есть, то тогда нет в этом никаких проблем, дозволено, или же для нужды, но стараться, там, говорить именно в рифму, и так далее, посланник, алисарату, сам сказал, а саджа, саджа, а ль ка хана, сказал, это говорит саджа, то есть, это вот эта рифма, подобно тому, как делают колдуны, то есть, они, субхану, такие вещи делают, я братьям недавно рассказывал, что один из шейхов, который, то есть, обладает очень сильным красноречием, как-то раз я на его ход выходил, и он ругал молодежь современную арабскую, которые начали, то есть, заменять какие-то свои слова, хорошо чем то есть английским какими-то словами там окей и так далее и тому подобное и он говорил таким громким голосом и так далее говорит что это то что мы видим среди мусульман говорит что это такое мы видим среди молодежи двое встречаются один другому а когда спрощаются он ему говорит а если что-то с ним случится почему и вот такие он несколько слов приводит что это говорит почему арабский язык это есть у многих братьев какие-то английские слова как наверное может у многих даже русскоязычных народов кавказских там или же там татары и так далее какие-то русские слова хорошо то есть используют уже как будто бы там свойства то есть компьютер лар например говорят и так далее и так далее у арабов такое есть то есть какие-нибудь там отмени что-нибудь если они тебе говорят или же там забудь отмени они говорят cancel с английского языка то есть cancel отменить что-то и так далее или сайевтва от слова save то есть сохрани и так далее или же я припарковал свою машину у тебя слово паркинг баркант саярти он говорит что-то аллахамистан саллахи саламу алифин Продолжение следует...